Итак, доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро из Иерусалима. Да, мы проводим сегодня из Иерусалима урок. Я долетел, долетел. Все отлично, слава Богу. И мы продолжаем изучать Тору. Сейчас мы находимся в недельной главе Хаей Сара. Называется Хаей Сара. И очень интересно, что глава, которая называется «Жизнь Сары», «Жизнь Сары», начинается с того, что Сара умерла. Это очень интересно, что жизнь Сары... И вот представьте, сколько лет. Сколько лет уже. Получается почти 4000 лет весь еврейский народ. А последние 2000 лет весь мир, да, можно сказать, весь мир читает, читает, изучает жизнь этой замечательной женщины, которая является проматерью, проматерью еврейского народа. И все, кто присоединяются к еврейскому народу, те, кто проходят Ди-Юр, они называются «Сын Авраама» и «Сын Сары». То есть, они являются тем корнем, который соединился, можно сказать, со Всевышним и перевел общение со Всевышним в тот формат, в котором сегодня происходит это общение. Даже те слова... Даже если мы посмотрим вот тот же «Ислам», например, да, он тоже базируется на том, что Авраам соединился со Всевышним. И то, как Авраам называл Всевышнего, так называют его и мусульмане, и евреи, да, «Элоим», 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 только они по-другому чуть произносят. В общем, это удивительная вещь, как один человек может полностью перевести весь мир после себя. Наверное, Авраам – это самый влиятельный человек в мире за всю историю. Если взять вот из тех персонажей, которых мы знаем, которых мы помним и которые, ну, такие достоверные личности, то Авраам, праотец Авраама – это самый влиятельный человек за всю историю мира. Да. Значит, начинается сегодняшний урок в Хитас. Начинается с того, что, говорится, приводит любая часть Эребы, это из книги «Обретение неба на земле», приводит такую идею из Талмуда, что был такой раби Зейра, который жил в Вавилоне. И когда он жил в Вавилоне, он потом поднялся в землю Израиля. То есть, в Вавилоне была огромная община, несколько миллионов человек. Глава этой общины был после царя Вавилона, он был, они были там трое, я не помню, он был второй или третий в этой тройте. Был царь Вавилона, был глава, премьер-министр, который управлял, да, правительством, и был глава еврейской общины. То есть, они были очень влиятельны в Вавилоне, примерно, как сейчас евреи в Америке, даже больше, намного больше. И было принято, что самые такие мудрецы, которые достигали вершины в знании Торы в Вавилоне, они поднимались в землю Израиля, чтобы учиться в израильских ешивах. Потому что в Израиле совершенно другое ощущение реальности. Израиль это как пуповина, которая соединяет духовный мир и материальный мир. И когда человек поднимается в землю Израиля, так говорится, не говорится на святом языке на еврите «приехать в землю Израиля», говорится «Ля-Лот», или там «Новый репатриант» называется на русском «Новый репатриант», а на еврите называется «Оле-Хадаш», «Новый поднявшийся». То есть, в Израиле все поднимаются в землю Израиля. И вот Раби Зейра, написано в Талмуде, когда он поднялся в землю Израиля, он взял на себя 100 постов. И все его посты и молитвы в эти 100 дней, когда человек постится, у него намного больше сосредоточенность в молитве. Он взял 100 постов на себя, чтобы забыть все выученное в Вавилоне, прежде чем приступить к изучению Торы в стране Израиля. То есть, он хотел забыть всю Тутору, которую он знал, для того, чтобы начать учиться по-другому. И Раби Любович тебе говорит, что изучение – это не только приобретение знаний, но и процесс, в котором делается попытка как можно больше выпрыгнуть из своего субъективного «я». И неважно, на какой высоте ты находишься, всегда есть ступень еще выше. Но достижение этой ступени возможно только, если ты понимаешь, что находишься внизу. То есть, вот здесь очень такая интересная вещь, что мудрец Торы называется «Талмит Хахам». Ученик-мудрец. Талмит Хахам. То есть, только если ты себя ставишь сам в своих глазах на ступень ученика, и ты знаешь, что ты не знаешь, и что есть следующий уровень, который выше, и ты знаешь, что есть проводники, люди, которые на этом уровне находятся, и они могут тебя обучить, только тогда ты можешь научиться. Это то, что говорит Любович Стереве. И даже Раби Зейра, который был невероятного уровня в Вавилоне, он, когда пришел в землю Израиля, он хотел забыть все, что он знал в Вавилоне, чтобы начать учиться с чистого листа и приобрести Тору в земле Израиля. Хорошо. Теперь мы переходим к отрывку из недельной главы. Авраам купил поле, купил Марата Махпила, купил пещеру, которая сейчас находится в Хевронии, и туда приезжают люди со всего мира, которые могут в Хевронии молиться возле этой пещеры, где похоронены Адам, первый человек, Адам, Хава, Авраам, Сара, Ицка, Кривка и Яков, Илея. Получается, четыре пары, можно сказать, про отцов еврейского народа и человечества. Интересно, где похоронен Ноах, надо поискать. Я думаю, что есть, возможно, есть его могила, надо узнать. Потому что в свое время, в свое время Ария Акадош, это был такой великий каббалист Ария Акадош, он сказал, где находятся могилы многих людей, то есть ему была открыта тайна из духовного мира, и, возможно, он говорил и про могилу Ноаха. Надо погуглить, поискать, если кто-то поищет и найдет, будет хорошо. Я думаю, что если есть эта информация, она уже есть и на русском. Но не сейчас. Значит, купил Авраам эту пещеру, и там он похоронил Сару, жену свою. И, значит, начинается следующий этап. И Авраам, в Авраам Закен, Баба Амим. Он был уже стар, перешел он, написано, в дни. И Бог благословил Авраама всем. Значит, благословил Авраама всем. И тут Раша вдруг говорит такую вещь. Написано, в Авраам Закен, Баба Амим, Ваашем, Берах, это Авраам Баколь. Баколь. Слово Баколь всем переводится. Благословил Авраама всем. Ну, Раша вдруг говорит нам такую вещь интересную, что он благословил Авраама Баколь, числовое значение слова Коль, такое же, как слово Бен, сын. И, значит, да, именно поэтому вот Света спрашивает, почему Авраам выбрал это место. Это место было уже, в нем была огромная духовная святость. Там была могила Адама и Хавы. И Авраам именно поэтому купил эту пещеру, потому что он знал, что там похоронены первый человек Адам и Хава. То есть, это было место очень высокой святости. Он это чувствовал, видел, знал, и он поэтому купил это место за, ну, то есть, сколько заплатил, он пришел именно просить, чтобы ему продали именно это место. Значит, благословил Бог Авраама сыном, говорит Раша. И мне было непонятно, мне было непонятно, почему, почему Раша вдруг говорит здесь про сына, да. Числовое значение всем, такое же, как числовое значение слова сын. И вчера, вчера я понял, вчера понял эту вещь. Значит, когда я летел в самолете, я читал один из комментариев, Рав Джонатан Сакс, его зовут. Он говорит, вот давайте посмотрим на жизнь Авраама под таким углом. Значит, Бог говорит Аврааму, выйди из своей земли лехлыхами арцехами, мулатехами бета виха. Значит, выйди себе из твоей земли, из родины твоей, из дома отца твоего, в землю, которую я покажу тебе. Семь раз Бог обещает Аврааму, что он ему отдаст землю. Он говорит, я тебя отведу в землю, которую я отдам тебе и твоим потомкам. Семь раз есть обещание Бога. Четыре раза есть обещание Бога до этого момента, что Бог даст Аврааму потомство. И это потомство будет многочисленное, как звезды на земле, и как звезды в небе, и как песчинки на земле. Значит, Бог обещает Аврааму, и Авраам, он же, наверное, он передает это обещание своей жене Саре. Он говорит Саре, Сара, мы идем с тобой, Бог сказал, что все будет хорошо. Она говорит, точно Авраам, он говорит, точно Сара, обязательно. Всевышний он не обманывает. Всевышний это истина. И вот они идут, идут, они идут, приходят в землю Израиля, голод. Сара говорит, Авраам, куда ты меня привел? Он говорит, Сара, все хорошо. Она говорит, ну все хорошо, так все хорошо. Причем Рашев в начале этой главы на отрывок, все годы Сары были 127 лет, он говорит, все были как один хороши. Она говорит, хорошо, ну хорошо. Пошли они в Египет, в Египте у них голод. Из-за голода они пошли в Египет. В Египте ее забирает фараон. Она, конечно, на фараона Бог наслал болезни на его дом. Но все равно же это было не такое прям приятное времяпрепровождение, когда ее забирает маг себе во дворец, там фараон и так далее. Потом, значит, детей нет, земли нет, они скитаются. И она все дни ее были хороши как один. И Авраам Богу он не предъявлял никаких претензий. Потом, значит, Сара отдает ему в жены свою служанку Агарь. И это Агарь начинает высокомерно смотреть на Сару, говорит, у тебя детей нет, значит, ты неправедница. И все люди начинают смеяться над Сарой, значит, ты неправедница. Значит, очень неприятная ситуация. Сара говорит Аврааму, выгони эту служанку, ее ребенка. В общем, тоже не очень такая приятная семейная ситуация. Теперь дальше, дальше рождается сын. Это чудо, это реальное чудо. У Авраама 100 лет, и у Сары рождается, ей было 90, ему 100 лет. Они ждали обещания Всевышнего, когда выполнится очень много лет. Но это родился один сын. Один сын у них родился. И почему умерла Сара? Потому что вдруг она видит в пророчестве, что Авраам, ее муж, которому на тот момент было 130 чем-то лет, и сын, которому было 30 чем-то лет, между 30 и 40 лет. И вдруг она видит, что ее муж стоит с ножом над сыном, который связан и лежит на жертвеннике. И Сара умерла. И Авраам в этот момент, Авраам в этот момент ее хоронит. И вот он покупает кусочек земли, пещеру с полем. Он покупает за деньги. И как вы думаете, в этот момент, какие у него были мысли в голове? А вот же Бог мне обещал. Вот мы вышли из Урказдима, из Харана. Вот мы вышли. Столько лет я хожу. Столько лет я прославляю Всевышнего. Столько лет я служу, даже ищу людей, этих арабов бедных. Я возле, когда после обрезания, на третий день после обрезания, он, значит, уже искал гостей. А где же обещания Всевышнего? Где земля? Где дети? Вот у меня один сын, ему уже под 40 лет, он не женат. Где это все? Но Авраам так не думал. Авраам вообще так не думал. Он знал, что Всевышний это истина. И если покаместь это обещание не сбылось, то что? Значит, надо действовать. Так подумал Авраам. Значит, Бог обещал мне всю эту страну. Отлично. Пока куплю маленький участочек земли. Вот я куплю сейчас себе пещерку. Там похороним Сару. Потом у меня уже есть, земля уже есть, маленькая, кусочек поля, но уже есть. Значит, сын у меня будет потомство многочисленное, как звезды. Отлично. Но покаместь надо его женить. То есть он действует. Несмотря на то, что было обещание Всевышнего, была клятва Всевышнего. И Авраам, он мог бы сесть бы и сказать, подождем, Всевышний мне обещал, буду ждать. Значит, клятва Всевышнего выполнится. Выполнится. И он мог сидеть и ждать. Но он не ждал, он действовал. Значит, что он сделал? Позвал он своего раба и говорит ему, раб Элиэзер. Раба звали, кстати, интересно, раба звали Элиэзер. Это Бог мне поможет, переводится имя. Элиэзер, Бог мне в помощь. Звали раба. Он зовет этого, Бог мне в помощь. Говорит, Бог мне в помощь, иди сюда. И говорит ему, иди, говорит, возьми жену. А, он говорит, так, поклянись мне, он говорит. Поклянись мне, Богом небес и Богом земли, что не возьмешь ты себе жену из дочерей кнаанских, в которых мы живем здесь. Значит, он взял клятву. Тут интересная вещь, что он, с одной стороны, у него есть обещание от Всевышнего, а с другой стороны, он действует очень продуманно. То есть, он четко знал, у Элиэзера есть дочка. Элиэзер был праведник. Элиэзер был его раб, который полностью был рядом с Авраамом во всем, и служил ему, и был праведник, и все. И у него была дочка. И думал Авраам, так, значит, сейчас Элиэзер, он эту дочку точно, может быть, захочет поженить на Ицкате. И он берет с него клятву, что не возьмет дочери из дочерей кнаана. И говорит, пойди в землю мою, на родину мою, и возьми, значит, жена для моего сына, для Ицкака. Значит, и сказал ему раб, а может, не захочет женщина эта идти в землю эту, да? Почему она должна идти? Так, что мне делать? Может быть, мне сына взять на землю, откуда ты вышел? Может быть, мне, наоборот, взять Ицкака и отвезти его туда, в Междуречье, откуда ты? Значит, и говорит ему Авраам. Вот тут интересная такая вещь, насколько в Торе важны нюансы. Авраам ему говорит, Бог, всесильный небес, который взял меня из дома моего отца, из дома, из земли, в которой я родился, и который говорил мне, и который поклялся мне, говоря твоему потомству, отдам я эту землю. То есть Авраам, он помнил эту клятву, помнил обещание и верил в это. Значит, он пошлет ангела перед тобой и возьмешь ты жену для моего сына оттуда. Все. Он ему говорит, послушай, я знаю, что все будет хорошо, я верю. Но тут интересный нюанс такой. Смотрите, до этого он взял с раба клятву, поклянись Богом небес и земли. А тут он говорит, Бог всесильный небес, который взял меня из дома моего отца. Видите разницу? То есть, первый раз он называет Бог небес и земли, а второй раз он говорит, Бог, который взял меня, Бог небес, который взял меня. В чем разница? До Авраама Всевышний был Богом небес. Он был на небесах и на земле его не знали. Люди не имели контакта с ним и люди не могли с ним общаться, разговаривать. У них не было никакого, у них не было связи с ним. Авраам, который услышал этот голос с небес, он как бы поднялся на небеса. Он сделал Всевышнего Богом небес и земли. И уже когда он говорил Элиезеру, поклянись мне Богом небес и земли, на земле уже знали про Всевышнего. Авраам посвятил свою жизнь для того, чтобы распространить знания о Боге, всесильном Творце, Создателе Мироздания, тот, кто управляет всем мирозданием, он распространял это знание на земле. Именно поэтому мы говорим, Бог Авраама, Бог Эцхака, Бог Якова. Бог Авраама, это Авраам, он из Бога небес сделал того, о ком знает все мироздание, весь мир, все люди. И он говорит, Бог мне поклялся? Поклялся. Сына дал мне в сто лет? Дал. Значит, землю тоже даст. А раз он поклялся, что у меня будет потомство через Эцхака, значит, и жену ты ему найдешь. Все, не переживай, сказал Элиезеру, иди. И он добавил, но если не пожелает женщина идти за тобой, тогда ты свободен от клятвы этой. Главное, ты моего сына туда не отправляй. То есть, туда он не отправляй, пускай сын Эцхак уже сидит здесь в Израиле и ждет по камесь Всевышнему да, жену. Оттуда не придет, не придет. Значит, он не был на сто процентов уверен, что жена будет оттуда. И заканчивается сегодняшний отрывок. И положил раб руку под бедро Авраама, его господина, и поклялся ему об этом. То есть, задается вопрос, почему, зачем он положил руку на бедро, на бедро господина своего. Его ответ такой. Значит, у Авраама, когда человек клянется, когда человек клянется, он брал, он клянется именем Всевышнего. Он хочет, чтобы его слова услышали на небе. И клятва, это как замок, который эти слова закрывает. Да, как бы он соединяет силу слова с силой Всевышнего. И это называется клятва. Так, брали в руку какой-то предмет, который был связан с заповедью, чтобы это связать со Всевышним. Или тфилин, или свиток Торы, клялись на свитки Торы. То есть, брали что-то, связанное с заповедью. На тот момент была только одна заповедь, которая была именно физическая заповедь, которую дал Бог конкретно в этом мире. Это была заповедь Бритмила, Союз Обрезания. Поэтому Авраам, он говорит, положи руку поближе к заповеди на бедро. То есть, не на саму заповедь, а на бедро. И клянись мне. Элизер тоже был обрезан, Авраам был обрезанный. И, значит, они понимали, что вот этот знак союза с Богом, это была как кнопка такая, да, как рычаг, включающий связь со Всевышним. На то время это был единственный рычаг, который был знак союза на теле. То есть, они были выделены среди всего мира тем, что они были обрезанные, а весь мир был не обрезанный. И Элизер поклялся. Что будет дальше, значит, мы узнаем завтра. А сегодня давайте обдумаем все, что есть. Если вы подпишетесь на канал Воикра в Телеграме, то вы сможете там скачивать вот эту книжку, по которой я провожу уроки. Хитос, это Хумаш, Тейлим, Таня. И вы узнаете много того, о чем я не говорил. Я рассказываю только одну-две идеи, которые лично меня очень сильно вот в этом сегодняшнем дне зацепили, можно так сказать, да. И вам всем хорошего дня, чтобы Бог вам помогал во всех хороших делах. И чтобы вы распространяли знания о Боди, как Авраам распространял, также чтобы вы распространяли вокруг себя, главное, своими хорошими, добрыми делами и поступками. Все. Всем удачи, успехов, хорошего дня.